Время катится вперёд Колесом по полю жизни Каждый очередной его круг — это новые задачи, преодоления, требующие физических и духовных усилий Не пройдя, не прожив их, выйти на ровную дорогу вряд ли возможно Сегодня мы встретимся с героиней, для которой это не просто слова При нашем знакомстве она была откровенна Она открыла нам свою душу, полную боли Чем тронула сердца многих наших зрителей Прошло три года, и мы снова едем к матушке Анастасии Саушкиной Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина» Господь никому из своих детей не позволяет пребывать в духовно-сонном состоянии Как любящий отец, Он побуждает дойти до глубин своей души Вырвать с болью давние занозы, которые уже поросли временем и вроде перестали болеть, но всё равно есть Но так глубоко заглянуть в себя возможно, пожалуй, только после серьёзного потрясения Мы знакомимся с матушкой Анастасией Саушкиной именно в такой момент её жизни У нас в этом году умер ребёнок 26 недель То есть всё, беременность тяжело очень протекала И в 26 недель он перестал шевелиться Вот, и мне пришлось мёртвого рожать Мы очень долго ждали Мы, понятно же, что Ване уже 7 лет То есть долго не было ребёнка Материнская боль ещё на пике Но постоянно пребывать в ней губительно И она заставляет Анастасию искать духовный выход из внутреннего тупика То есть нужно поработать над разными качествами своей души И, в общем-то, и внешности в том числе Чтобы быть более женственной, например Боль не уходит, просто мы научаемся с нею жить И вот эта вот фраза у меня постоянно возникала Возникала, что да, ты научаешься с ней жить Я считаю, что я просто переключила своё внимание на что-то другое Этим очень увлеклась Решила, что вот я вот в это буду вкладываться очень серьёзно И поэтому как-то оно отошло на второй план Ну и вообще вот эта фраза, что время лечит Она для меня была не банальной Она была для меня именно вот этой фразой Что постепенно, со временем Всё меньше и меньше и меньше эта боль Когда мы познакомились, семья Саушкиных жила в городе Реж Отец Николай служил настоятелем прихода Во имя Святой Ксении Петербургской Матушка Анастасия во всём помогала ему в храме Сын Иоанн в Реже пошёл в первый класс В начале 2021-го отца Николая перевели в Екатеринбург В Успенский собор на прежнее место его служения Опыт настоятельства, конечно, это отдельная штука Отдельная тема Здесь, получается, подходят сотрудники, прихожане Задают вопрос, понимают, что кроме тебя Это никто не решит Ты должен подумать, принять решение И ты за это будешь отвечать После почти четырёх лет настоятельства Снова послушание С обретением нового опыта Господь ставит своим ученикам новые задачи В Реже второй класс Ваня заканчивала под руководством мамы Насти Которая нашла в себе силы перевести сына на домашнее обучение Но перед этим прошла специальные курсы при русской классической школе Это было вообще незабываемо Ну, то есть я почувствовала, что у меня есть этот ресурс Мне прям вот надо куда-то вкладываться И это стало делом моей жизни Обучение шло активно Второй класс практически экстерном Для лучшего усвоения материала захватили летние месяцы Каникулы решили начать с праздника святых апостолов Петра и Павла И радостный Ваня отправился в детский лагерь И через два дня мы узнаем, что мы беременны То есть вот именно тогда, когда была такая нагрузка Вот я чем-то была улечена, занята В это время случилась беременность То есть я, видимо, так раз переключилась на что-то другое Вообще перестала об этом думать Честно сказать, вообще перестала об этом Бога молить Отпустила боль, и она отступила На ее место пришла радость Но чтобы ощутить эту радость Надо было преодолеть прежний страх И абсолютно довериться Божьей воле Во время беременности за нее и малышку Шла мощная молитва семьи, прихожан Всех, кто прикоснулся душой к этой светлой семье Кто полюбил ее Находясь в храме за богослужением Часто слышим такие слова И они для нас уже как-то очень привычны Самих себя И всю жизнь нашу Христу Богу предадим Мы вроде как поем Тебе, Господи Но не отдаем Богу Не веряем Ему Самих себя и друг друга Хранимая Богом В назначенное время в семье Саушкиных На свет появилась девочка Имя для которой Тоже, как оказалось, было предопределено свыше Мне сестра двоюродная писала У нее дочка Вера Она мне писала Настюш, ну как ты назовешь Ну это же ваша надежда И мне вот это так запало Что она наша надежда И у меня бабушка надежда И просто вот это вот само имя Надежда Оно такое светлое Оно такое радостное И мне прям очень близко было Раз и святая есть в этот день Я поэтому больше Мы сохраняли надежду Что Господь пошлет Радость Я хотела, чтобы брат был Вообще-то Но сестра тоже более-менее хорошо Особенно, если она тебя обмолчена Десять лет В Екатеринбурге Домашнее обучение Вани закончилось Сейчас он учится в гимназии Во имя святейшего патриарха Алексея II При храме церителя Пантелеймона Сейчас я к уроку готовлюсь Тут рисунок надо было нарисовать Вот и я уже нарисовала его Как ты учишься в школе? В школе нормально учусь Еще разница тебе Ну да Я его на это и настраивала Я говорю, неважно, какие у тебя будут оценки Конечно, у тебя все сразу не получится Ты учился дома У нас был другой ритм совсем Ты не все предметы изучал Церковно-славянский, например Мы так и не взялись осваивать Вот, а Так, да Он много чего сейчас осваивает Осваивает рисование Плетение из нитей Собирает бумажные автомодели Но в приоритете гитара Через два года упорного труда Получается уверенно держать баре Репертуар мужской Комната взрослеющего Вани Его маленький мир в большом родовом доме В который выложены все силы и средства нескольких поколений семьи Сейчас они все живут под одной крышей Ваня и Надя уже четвертое ее поколение Какие-то шероховатости, безусловно, встречаются Тут главное не перегибать палку Когда ты находишься в каком-то печальном, унылом состоянии Не надо лезть, что-то выяснять Надо это спокойно как-то закрыть глаза просто Я этого не вижу Я завтра на это посмотрю с другого ракурса И просто дальше жить А на другой день это все кажется уже не таким страшным Мне нравилось быть энергичной и сильной И вот что-то там, ну как это бывает Раз подхватить, поднять, перетащить чего-то куда-то Такие немножко не женские качества А больше мужские все-таки Бывают действительно такие случаи в жизни Когда человек сопротивляется заповедям, воле Божьей Ну ладно, ты уж большой Я не могу тебя заставлять что-то делать или не делать Бог лично тебе дал волю свободную Иди, обожгись, я жду, когда ты вернешься Поживая ту историю, я поняла, что я стала другой Я стала гораздо мягче Я перестала на людей смотреть Как на тех, которых нужно строить Из которых нужно что-то делать То есть я стала гораздо снисходительнее к окружающим То есть да, я жаворна, кон, сова Я как-то это спокойно достаточно уже воспринимаю Мне это не сказать, что нравится Но просто как есть, так и есть Я сейчас домашняя такая Все равно, когда дома женщина находится Она какая-то более правильная, что ли Потому что нету какого-то загона Ну не сделала сегодня, сделаешь завтра Точно будешь священником или нет? Ну, пока неизвестно Я немножко вырасту и передумаю Только где я к нам буду А может вообще вот дома остыть А в армию ты ведь тоже собирался сходить? Да, надо ехать Что там интересного? Ну, монахом или священником По-прежнему? Ты тоже самое говорила А почему ты так вот все-таки упорно идешь? Ну, не знаю По отцовским следам Когда приходят помыслы о том Что, а если вот это случится Если вот это случится Я начинаю внутренне дрожать А я вообще останусь верующей или нет? Потому что это настолько вот Тяжело проживать Когда тебе Господь дает какое-то испытание И когда я молюсь Я тоже так про себя думаю Что вот просишь того-то или того-то Но при этом я всегда думаю Что только, пожалуйста, не через испытания Потому что это настолько страшно Но избежать испытаний еще никому не удавалось Жизнь — наша высшая духовная школа Каждый очередной ее класс — Это новые задачи преодоления Требующие физических и духовных усилий Не пройдя, не прожив их Выйти на новый этап вряд ли возможно Но когда, пройдя испытания Ты обрядываешься назад Понимаешь Абсолютно, безусловно Насколько велика Насколько целительна для души Божья любовь Свет отражает мир в глазах Свет оживает в образах Свет в ваших мыслях и словах Тех, что идут от сердца И чтоб не потерять его Нам только надо и всего Жить на земле Чтоб каждый мог Тем светом отогреться С близким быть четыре Не терять друзей Укрывать ночи детей Темплым одеялом Дорожить добро Ждать гостей в свой дом И жалеть лишь обо Но, Господи, как мало Мы скоро с вами увидимся И продолжим знакомство С семьями священников И их вторыми половинами До встречи Мир вашему дому Субтитры создавал DimaTorzok